Ледяной привет! Глыба буквально не оставила и шанса железной конструкции. Козырек с треском рухнул вниз. Только чудом на крыльце в этот момент никого не было. Местные жители теперь боятся выходить из дома. От новых атак сверху сейчас никто не застрахован. Адрес массированной бомбежки улица Водопроводная, дом с номером 132. Часть навеса после происшествия так осталось лежать в стороне. До ЧП корнис, говорят, Барнаулица особой прочностью не отличался. Неудивительно, что не выдержал удара. Замена на новый длится уже больше месяца. Домочадцы не раз обращались в компанию БЖЭТ-2. Ответ стандартный. Обращение в управляющую компанию ничего не дало, потому как управляющая компания сказала, что денег на счету у нашего дома нет. И предложили нам сделать за свой счет. Сами, пожалуйста, делай. Мы вам сделаем, но вы нам оплатите. Взять под козырек и установить новый коммунальная компания обязана на средства, собранные по статье «Текущее содержание жилья», утверждает юрист Марина Чаузова. И добавляет, никаких дополнительных сборов быть не должно. Отсутствие козырька над входом в жилое здание – это не только нарушение строительных, технических норм и правил, но это же создает опасность для граждан, которые входят и выходят из подъезда. Вот это сюда выгреб, это туда вот тут тоже вычистил прогреб. Ну и вот здесь у нас стояли почтовые ящики. Это все, что осталось от былой единой конструкции. Ящики буквально под самый корешок срубил водитель трактора, который чистил двор от снега. По маршруту следования ковша пострадал и железный люк. Об истории про то, как дом с номером 43А по улице Кирова оказался в снежной блокаде, мы рассказывали в наших прошлых выпусках. Тогда пенсионерка Любовь Тимофеевна жаловалась на отсутствие дворника и горы снега перед подъездами. Отбиваться от заносов ей приходилось буквально в одиночку. Активная работа на свежем воздухе, немного ломом, затем лопатой, небольшой перерыв и снова за работу. Нам из подъезда нельзя выйти. Ну если это вот сейчас малость отдолбили, а если невозможно выйти из подъезда, тогда как? Ответственные за здание мастера компании ТРЕС Центрального района. После огласки в коммунальном патруле проблему решили. Однако коммунальщики, видимо, перестарались. Устранение на корню почтовых ящиков произошло так быстро, что люди даже не успели забрать корреспонденцию. Мы извлекли несколько газет и писем из искореженного железа и попросили Любовь Тимофеевна вручить их адресатам. Поставить на место крышку люка оказались уже не в силах. Я позвонила в нашу управляющую компанию главному инженеру. Телефон главного инженера не отвечает. Я позвонила диспетчеру нашему. Диспетчер пошла, сходила, говорит, я схожу сейчас узнаю, что там, почему они это снесли. И пришла, говорит, сказали, что они тут какому-то движению мешают. И как бы это по предписанию администрации города. Заместитель директора фирмы ДЭС-2 Александр Каланча дает несколько советов, как вернуть былой вид двору. Разумеется, большая техника снесла, как говорится, вот эти вот люки. Ну, восстановить однозначно все, что сделано, в первую очередь, обращение в управляющую же компанию. И за счет управляющей компании, или за счет того сотрудника, который это произвел неправильно, эту работу, восстановить то, что нарушено. Буквально накануне съемок этого материала в нашей редакции раздался телефонный звонок. На том конце звучал голос директора той самой управляющей компании Трест Центрального района. Руководитель попросил показать итоги их уборки. Мол, отреагировали, все сделали. Ну что ж, мы выполнили вашу просьбу. О фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы можете рассказать нам по телефону в Барнауле 659-129. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова